Итак, поговорим об очень важной программе, которая называется System Bug, которая вам позволит делать снимок текущего состояния вашей настроенной системы, и в случае неполадок вы всегда сможете откатиться назад, то есть на тот момент, когда у вас все нормально крутилось и работало. Значит, вот таким образом копируем первую команду, устанавливаем хранилище для репозиторий для программы System Bug, откуда будут у нас браться все дальнейшие обновления. Пишем user, пользователь, enter, заводим сюда update, полностью копируем команду, вставляем, Эта программа очень важная программа, я просто не понимаю, почему пишем yes, enter, почему ее нет в официальной сборке Linux Mint. По моему глубокому мнению, эта программа должна быть предустановлена сразу, и какие-нибудь учебные ролики по ней должны быть, чтобы каждый пользователь мог этой программой пользоваться, потому что это ваша палочка-волчалочка на случай всяческих там аварий, которые случаются с жестким диском или с операционной системой, независимо. Человек, который сделал, ну, просто большущее дело сделал. Значит, мы, значит, здесь просто-напросто, значит, возьмем и напишем sys, и вот эта программка, и я ее сейчас закреплю на панели, потому что нам на какое-то время придется ей пользоваться. Вот, посмотрите, ну, нажимаем, попросит пароль, заводим пароль, user. Вот, первым делом, нам надо создать точку отката, вот нажимаем создать новую, она где-то минут там 5 или 7 ее будет создавать. Ну, посмотрим, это легко проверяется, вот таким образом. Так, у нас время сейчас 23.35, 23.35, ну, можем и секунду, ну, да, можем написать и 36. И создадим точку отката. Рабочего стола в избранное. Вот вы его скопировали. Пошел уже, допустим, какой-то там следующий, там следующий. А вам захотелось посмотреть папочку с избранным. Пошли в параметры, дошли в избранное, открыли папочку. Вот они вас, пожалуйста, можете открыть. Здесь также они видны. Можете сделать вот эту рабочую фоном. Или вот эту. Вот таким вот образом. А вот как, допустим, удалить в корзину изображение, которое вам не нравится. Вот, все, вы взяли его и убрали. Все, и пошло уже другое изображение. И вот это уже больше, по идее, не должно будет появиться. Ну вот, точка отката почти что закончена. Сейчас там программа почистит за собой все необходимое. И вот у нас первая наша точечка отката сделана. Время 23.43. Значит, у нас ушло 4.3. Значит, 7 минут на создание первой точки отката. Вторая точка и последующие создаются быстрее, там, за 3-5 минут. Очевидно, там идет создание этих точек по принципу, там, превращения, там, что-то такое. Значит, обратите внимание, вот эта кнопочка, System Resto, она сейчас обесцвечена. Вот я что-то делал там, и у меня вдруг забарахлила система, и я хочу вернуться вот на этот момент, когда была создана точка отката. Нажимаю вот на эту кнопочку, отмечая галочкой, и у меня сразу обесцвеченная кнопка становится полноценной, цветной. Нажав на нее, за 3-5 минут я полностью восстановлю свою систему в исходное состояние. Что еще я делаю? Значит, вот в установках, я всегда отмечаю создавать ISO-образ одновременно, потому что система, значит, может создавать флешечные образы, живые, но если не указать эту опцию, она будет создавать их в собственном формате. Вы сможете их записать из Linux, вот прямо на флешку, нет проблем. А с любой другой операционной системой вы не сможете. А вот когда у вас будет образ ISO, вот тогда вы сможете, как говорится, делать, скопировать этот файлик ISO и на любой операционной системе с помощью любой программы, которая пишет на флешке, записать этот образ. Исключить. Ну, я обычно исключаю что? Исключаю, файлы, которые, так я считаю, особенно мне не нужны. Вот таким вот образом. И затем, значит, я могу пойти, нажать, значит, на Leaf System Create, нажимаем на кнопочку, значит, создать новую. Ну, давайте тут уж тоже, тест так тест. Значит, 2340, ну, я напишу 2347, так, 2347, ну, я напишу 4635, так, 4635, 4635, и пока там она у нас создается, я попробую вставить флешку и ее отформатировать. вот, я нажимаю на форматировать. Это я пока закрою. Так, 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 да. Форматировать. Просит пароль, заводим пароль user. Нажимаем аутентифицировать. Все, флешечку мы отформатировали. То есть, мы ее подготовили, и вот на нее, значит, мы запишем, значит, вот этот вот образ. Сможем записать живой образ, который мы создали. Чем это хорошо? Что, даже если у вас полетел раздел жесткого диска, на котором у вас установлена ваша Linux Mint, то вы можете вставить флешку в компьютер, стартовать с нее, ну, обычно там еще до входа в систему, там, нажимают обычные клавиши F12, у некоторых там это F11, F10, там F9, экспериментировать надо. Вот. Как только вы стартуетесь с флешки, на этой флешке вы увидите точно такие же опции, вот которые я вам покажу, когда закончится создание, значит, вот этого образа. Ну, вот, практически образ создан, время у нас 23.52. Ну, значит, где-то около 6 минут у нас на это дело ушло. Теперь, значит, вот, посмотрите, вот такие вот вещи. Значит, вот у нас этот образ, который она создала, 1.72 гигабайта, а образ официальный 1.4. Ну, мы сюда еще поставили не все программы, наш настоящий образ будет гораздо больше, около 2-х там с чем-то гигабайт. теперь, обновим, вот, пожалуйста, флешечка у нас. Ну, а теперь мы можем записать, нажав эту кнопочку прямо из программы SystemBug на флешку, если будет какая-то осечка, если флешка не будет стартовать, то можете сделать вот так. идете вот сюда, файлы, значит, идете вот сюда, файловая система, Home, и вот посмотрите, вот здесь вот файлик с окончанием ISO, вот он он, видно, да? Так вот, у самого вот этого вот файлового менеджера, у него есть очень приличная такая опция создания загрузочного USB-носителя. Вот нажимаете на нее, выбираете, значит, вот эту нашу флешечку, нажимаете кнопочку записать, заводите, значит, пароль, и пошла запись, значит, ну, сейчас 54 с половиной минуты, скажем так. Ну, вот образ был создан, значит, время у нас 23.58, ну, где-то за 3 с половиной, значит, там, минуты, за 4 минуты была произведена запись на флешку. И сейчас я собираюсь вам показать, скажем так, смертельный номер. Какого плана? Я сейчас перезагружусь, стартую с флешки, на флешке, значит, я запущу G-parted, отформатирую, вот этот раздел, на который мы уже столько красивых программ и так далее, всего понаставили, посмотрим, за какое время у нас система, так сказать, восстановится, если у вас самый жесточайший вот случай, когда полетел раздел жесткого диска. и так, значит, следующая часть о программе SystemBug и ее огромнейших плюсах, значит, будет в следующем, значит, ролике, где я уже буду все говорить и показывать с флешки. Итак, я загрузился с флешки, это легко проверить, вот, посмотрите, размер, значит, у меня 1.8 гигабайта отведено под Linux Mint и еще 1.8 свободно. Значит, и я обещал показать вам так называемый смертельный номер. Как вести себя в таких ситуациях, когда у вас полетел раздел жесткого диска и нет никакой возможности загрузиться. Ну, вариант 1. Вот вы уже загрузились на флешки и здесь все ваши настройки. Вы уже можете работать в интернете, делать все, что угодно, ну, сохранять, допустим, эти данные только на другом разделе жесткого диска, иначе при, вернее, после перезагрузки у вас ничего тут не останется. Останется только то, что вот было записано. итак, значит, откроем-ка мы G-Partied сейчас я наберу G даже искать не хочет, да? Ну, ничего страшного. Программу эту мы можем и установить. нажмем установить. Ставится на данный быстро, за минутку-другую. Этот менеджер позволяет управлять разделами жесткого диска. и при помощи менеджера G-Partied мы сейчас будем делать с вами вот такие вот вещи. что он далеко там от нас не убегал пока. Вот я нажму. Так, ну, пароль у нас как всегда User. вот разберем такую ситуацию. Что-то вы делали, делали, не так сделали, и у вас значит весь ваш раздел, на котором на которое было записано ваша любимая русская Linux Mint взял и накрылся медным тазом. Вот вы зашли с флешки, нашли вот этот раздел, помните у нас это был седьмой раздел, нажимаете форматировать, extension 3, то есть вот практически все то, что мы так настраивали, я сейчас вот одним махом беру и говорю ему привет. Итак, форматирование сделано это каждый раз он обращается к флешке, мы просто это сообщение игнорируем. Все, вот седьмой раздел, который у нас просто-напросто, как говорится, ничего на нем уже больше нет. Дальше, теперь нужно будет установить на этот раздел нашу, значит, копию, набираем систем баг, нажимаем систем копии, выбираем наш седьмой раздел, выбираем, значит, точку монтировки, extension 3, добавляем сюда вот так вот, можем даже вот так сделать, и теперь вот давайте опять-таки для протокола 0, 0, 0, 0, 8 я напишу, так, и нажмем на next, вы помните, что когда мы с официального образа, который скачали с официального сайта, у нас это где-то, по-моему, 10 или 12 минут занимало, да? Ну, теперь давай посмотрим, давайте посмотрим, сколько у нас займет время записи на жесткий диск, и плюс сюда мы уже кучу своих программ понаставили. Итак, смотрим, 11 минут, было 8, значит, 3 минуты у нас заняла установка на жесткий диск. теперь я сохраню видеоролик, и последнюю часть нашего учебного занятия по программе SystemBug буду вести уже с жесткого диска. Итак, смотрим, значит, где-то за 3-4 минуты при помощи программы SystemBug мы полностью восстановили систему, причем не до голого ее состояния как официальный образ Linux Mint, а уже со всеми нашими настройками. Вот в чем прелесть и ценность программы SystemBug. Изумительная по красоте программа, которая должна и будет ставиться сразу же в официальную сборку, она это полностью заслужила. Заводим парольчик. Естественно, нам придется создать новый образ, поскольку мы на голый диск все это дело поставили. SystemCopy теперь вы знаете, как работает. Флешки мы ставили при помощи этой кнопочки. Вот здесь есть SystemInstall. это если вы решили поставить другу. Пишите его имя здесь, даете ему имя пользователя, даете ему новый, там он придумывает свой пароль какой-то, вводит сюда, сюда, можно даже и корневой, но обычно можете не вводить, и вводите имя хоста. Ну, придумайте допустим название такое, допустим, марка компьютера, допустим, там Asus, там Asus, например, там User, там или, ну, в зависимости от клички пользователя, нажимаете на кнопочку Next, а дальше все пойдет так же, как вот и в режиме SystemCopy. Выберите там у него раздел жесткого диска, или воспользуйтесь программой G-Parted и все, и будет вам, как говорится, счастье. На этом, значит, нашу учебу о программе SystemBug и ее возможностях я считаю, значит, законченной до следующего видеоурока. До новых встреч!